девочки всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия предлагаю сейчас вместе со мной сшить салфетку для сервировки стола из вот такого жгутового каната у меня канат 6 миллиметров вот кончик я обрезала под углом да он уже начинает у меня раскручиваться в общем как только обрежете сразу же приступайте к делу смотрите у меня уже три салфетки готовы то есть это будет набор из четырех штук тут осталось пришить только эмблемку хантмейт кроме каната нам понадобится нитки естественно в тон чтобы не сильно было видно что мы там нашли и швейная машинка которая шьет зигзаг смотрите вот этот вот кончик каната жгута я плотненько начинаю скручивать улиточку так чтобы из серединки не выпадали вот эти лохматушки так скручиваем скручиваем ну примерно вот такого размера можно зафиксировать эту улиточку иголками для того чтобы она у нас не распалась и смотрите внимательно в машинку я отправляю эту улитку таким образом чтобы сам канат был справа все и начинаю шить для начала мы будем шить прямой строчкой и шаг стежка я устанавливаю примерно два с половиной можно чуть больше возможно лапку придется приподнять вот смотрите это опущенное положение это поднятое положение а если мы поднимаем еще выше лапка у нас поднимается то сейчас мы свободно можем завести нашу улитку вот эту толстенькую лапку опускаю иглу и начинаю шить останавливаюсь когда дохожу до края включаю реверс и в обратном направлении точно так же дохожу до края оставляю иголочку в улитке и прошиваю буквально три-четыре стежка иголка мне уже мешает пожалуй я ее достану все иголочку опустили и подняли лапку разворачиваем шьем еще одну строчку то есть нам сейчас нужно вот так вот накрест прошить несколько строк и в обратном обязательно иголочку оставляйте внутри края вот этой улитки таким образом нам с вами нужно прошить шесть-восемь вот таких лучиков туда-сюда главное чтобы жгут был справа сейчас объясню почему и после того как вы прошьете достаточное количество лучиков да то есть вот чтобы прям как солнышко нитки здесь обрезаем разворачиваем улитку прижимаем лапку поднимаем иголку и сейчас я переставляю рычаг на шов зигзаг снова опускаем и начинаем шить таким образом чтобы у нас игла заходила в предыдущий виток улитки и в крайне то есть где-то примерно вот серединка лапки должна проходить вот по вот этой линии не торопитесь начали чем больше будет улитка тем легче будет свет она сама будет крутиться вам останется только подводить сюда шнур да кстати перед работой жгут желательно раскрутить и выпрямить для того чтобы он не стягивал потом наши салфетки потому что если жгут будет сильно закручен очень туго вот так вот он бывает даже вот в такие петли заворачивается сам этого быть не должно петли все расправьте и если жгут сильно закручен салфетка у вас может деформироваться несмотря на то что вы будете шить все правильно но за счет вот этой плотности жгута у вас могут быть загнутые края салфетки это говорит о том что жгут сильно закручен то есть расправьте его перед работой следующий момент важный для шитья видите у меня салфетка уже выходит за края рабочего стола машинки если мы будем продолжать также дальше она может опускаться и точно тоже деформировать нашу салфетку поэтому вам нужно найти способ продолжить рабочий стол самый простой вариант это книжки то есть я вровень с машинкой набрала стопку книжек вот у меня три штучки здесь любимого шилдона и продолжающий то есть салфетка должна лежать у нас ровно после того как салфетка достигнет нужного размера я шью салфетки по 30 сантиметров то есть со всех сторон и измерьте что мы делаем мы обрезаем точно также под углом жгут и пришиваем вот этот кончик край вот здесь можно придержать ножничками все салфетка готова осталось пришить бирку все все четыре мои салфетки готовы теперь их нужно отпарить я сейчас включу парогенератор и отпариваю их для того чтобы они расправились все таки видите немножко они у меня поднимают края вот совсем чуть-чуть все после отпаривания такого больше не будет все бирочки у меня на месте вот такая получилась красота посмотрите как это красиво смотрится это стильно это экологично это модно и я считаю самый лучший подарок хоть на новоселье хоть на новый год хоть на 8 марта эти салфетки а также сшила в подарок вот они у меня уже отправились в упаковку считаю что подарок сделаны своими руками ручная работа это самый лучший подарок от сердца на этом у меня все с вами была юлия и мой факультет